ГОСДОЛ ТАДЖИКИСТАНА ГОСДОЛ ТАДЖИКИСТАНА ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ БЫСТРЫМ ТЕМПОМ Очередной приговор за участие в исламском движении Национальный банк Таджикистана разместил на американской бирже гособлигации на сумму 500 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана. ГОСОБЛИГАЦИИ БЫЛИ ПРОДАНЫ УПРАВЛЯЮЩИМ ФОНДОМ 85%, ХЕДЖ ФОНДОМ 9%, БАНКОМ И ДРУГИМ ФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 6%. Географические облигации были приобретены инвесторами США 38%, Великобритании 24%, стран Европейского Союза 35% и Азии 3%. Отметим, что на фоне быстро растущего долга Таджикистана власти продолжают просить у всех деньги в долг. Так, на сегодняшний день ведутся переговоры с МВФ о новой программе кредитования страны. Об этом журналистам сообщил 24 июля на пресс-конференции первый заместитель председателя НБТ Джамулиддин Нуралиев. Надеемся, что программа будет согласована до конца текущего года. Таким образом, госдолг страны растет очень быстрыми темпами. Так, например, в ноябре 2016 года внешний долг Таджикистана находился у опасной черты в 35,9% к валовому внутреннему продукту. Согласно известной среди западных экономистов стратегии управления государственным долгом, размер номинального внешнего долга не должен превышать 40% от ВВП. К 14 годам лишения свободы приговорен местный житель из севера страны по обвинению в участии в исламском движении Джамат Ансарулла. Об этом сообщает информационное агентство Азия Плюс, со ссылкой на председателя суда города Ахуджанда Мавжуда Шарифзада. По утверждению стороны обвинения, 21-летний житель города Исфары Сафраниддин Шамуродов признан виновным по пяти статьям УКРТ. Через интернет он получил от Салахиддина религиозное обучение и впоследствии через WhatsApp стал призывать трех жителей Джамата Ворух города Исфары вступить в Джамат Ансарулла и в составе незаконных вооруженных формирований принимать участие в вооруженных столкновениях на территории Сирии, отметила Мавжуда Шарифзада. Срок наказания осужденный Сафраниддин Шамуродов будет отбывать в колонии строгого режима. Напомним, что фабрикация уголовных дел по так называемому исламскому терроризму и экстремизму активизировалась в Таджикистане в последние несколько лет. Прокурор Сагдийской области Хабибулло Вахидов сообщил на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2017 года, что на севере Таджикистана было зарегистрировано 230 уголовных дел, связанных с причастностью к тому или иному исламскому движению. Продолжение следует...